Всем привет! Сегодняшний видео обзор снимаю по вашей просьбе. Как обтянуть бархатом неразъемный пластмассовый шар? Обтягивать я буду бархатом шар диаметром 7 сантиметров. При таком способе обтягивания обязательно нужно использовать бархат стрейч, либо другую хорошо тянущуюся ткань. Такие заготовки шаров я использую редко, больше привыкла работать с пенопластовыми шарами, но возможно кому-то этот способ понравится и пригодится. Обтягивать сам шар я буду бархатом в сером цвете. На таком шаре тоже есть шов и я обвожу его маркером, чтобы при склейке его не искать. Так мне удобнее. Шар готов к проклейке, теперь нам нужно отрезать бархат. Бархат нужно сложить напополам, затем я кладу сверху шар и просто на глаз вымеряю нужное количество бархата. Все лишнее потом отрежется. Но здесь тоже нужно бархат отрезать обязательно захватом. Теперь бархат этот нужно разрезать напополам и получится два куска. Цвет бархата вы подстраиваете под себя, хотите чтобы вниз ворс смотрел, либо же вверх, это уже зависит от вашего желания. В таком положении на столе отдает светлым оттенком, значит на шаре будет темным отдавать. Я переворачиваю и сделаю, чтобы на шаре он отдавал светлым. Закрепить бархат перед проклейкой на шаре можно с помощью иголок, но я вот своих не нашла, поэтому возможно буду использовать вот такие простые. Это кому как удобно. Мне иногда удобно в принципе работать и без них. С двух сторон примеряем нашу ткань на шар и обхватываем и смотрим, чтобы все совпадало по шву, по крайней мере сверху. И сверху можно чуть-чуть зацепить клеем, чтобы ткань не скатывалась, когда будем закреплять клеем ткань по бокам и снизу. С другой стороны я закрепила иголкой слегка и теперь наносим клей четко по шву и очень сильно натягиваем бархат и прижимаем друг другу на стыке этого шва. Очень крепко, очень-очень. Держим дольше, чем обычно, чтобы клей очень хорошо взялся за ткань. И вот по такому принципу нужно будет приклеить весь бархат на шар. Его очень нужно хорошо натягивать. Если где-то клей не взялся, либо пропустили, не добавили клей, ничего страшного. Добавляете клей и снова с сильной натяжкой соединяете бархат на стыке. Дальше я видео немного ускорю, потому что это такой длительный процесс. Надеюсь, по видео все будет понятно и видеообзор вам понравится. Если же будут у вас какие-либо вопросы после просмотра, пишите, я с удовольствием на них отвечу. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Весь лишний бархат, который остается после проклейки, желательно срезать сразу, чтобы он вам не мешал работать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видео очень сильно затянулось, поэтому переходим уже к завершающей части. Самые главные моменты, это очень сильная натяжка и фиксация его клеем на стыке. И вот такой шар получился, теперь его можно задекорировать. А точнее закрыть некрасивый шов. И как обычно, я буду использовать тесьму шириной 5 мм, в данном случае серебряного цвета. И затем добавлю еще какой-то шову, я тоже делаю горячей, так будет более надежно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наполнительно решила я добавить еще такую тесьму в виде цветочков белого цвета. Она пластмассовая идет. Мне кажется, очень будет красиво и нежно смотреться. Клеить я ее буду не на саму тесьму, а немного сбоку. Так, мне кажется, будет более красиво обрамляться весь шар. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такой получился шар. Сегодня я вам показала один из способов такого метода обтяжки для цельного шара пластмассового. Еще раз повторю, что под шары я использую в основном заготовки из пенопласта. И, скажем так, с пенопластовыми шарами мне работать проще и легче. Но все варианты имеют право быть, поэтому, возможно, для кого-то этот способ будет полезен и интересен. Ведь заготовки бывают разными, не только шары. Есть еще верхушки, звездочки, те же ежики. Поэтому, возможно, кому-то этот способ понравится. И, конечно, для тех, кто будет делать обтягивание шара таким способом впервые, то лучше ткань, конечно, соединить иголками. При этом бархат очень сильно тоже натянув. Надеюсь, видеообзор вам понравился. Если у вас будут какие-либо еще вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. Всем пока!